Всем привет! Телефон Star модель N8000 Он в черном цвете Вот так он выглядит С экраном на 5,5 дюймов по диагонали и разрешением 960 на 540 Упаковываются в такой коробочке Кстати, телефон еще называется вот таким названием Kingelon N8000 Или еще есть даже Empire N8000 Его называют В дополнение к этому телефону идет защитный чехол Книжка Наушники стандартные USB кабель для подключения Телефона к компьютеру И к самой зарядке Вот такой вот Зарядка на 1 А 2000 мА И инструкция На английском Больше сюда ничего не входит Так В телефоне присутствует Спереди Камера на 0,3 пикселя Датчики Датчик освещения Датчик приближения Физическая кнопка Домой Сенсорная Назад И Кнопка Для выбора Виджетов И Установки На домашний экран Заставочек Сзади динамичек снизу Камера На 8 пикселей Как там правильно С интерполяцией На 13 пикселей Вспышечка Передняя Как я говорил 0,3 С интерполяцией На 5 пикселей Слева Клавиша громкости Плюс-минус Включаем телефон Здесь стоит Андроид 4.4.2 До этого Стоял Андроид 4.2.2 Прошивочка Перепрошил В связи с тем Что Некорректно работал Wi-Fi Он как бы Подключался Но не всегда Также Блютуз И передача данных Интернет Телефончик Достаточно Яркий Сейчас Он не на максимальной Яркости Стоит Извиняюсь Одной рукой Снимаю Нету Штативчика Так Сейчас Я сделаю Чуть-чуть Убавлю Яркость Сейчас Стоит Андроид 4.2.2 Зайду Зайду В менюшку Настройки Так Вот я его положу Так И О телефоне Вот что Сейчас У нас Появляется Версия Андроид 4.4.2 Номер сборки 2014 10.22 То есть 22 октября 2014 Года Версия Андроид 4.4.2 Киткат Интерфейс Обновленный Мне он больше нравится Чем на Андроид 4.2.2 В стиле Galaxy Note 3 Здесь же Стоит Голый Андроид Без Каких-либо Китайских Программ Все Стандартное Присутствует Установленная Программа Фонарик Только И включает Вспышку Вспышка Достаточно Яркая Так Она светит Что мне понравилось В этом Телефоне Он достаточно Яркий Запас Яркости Хватает Достаточный Запас Громкости Можно Сказать Что он Громкий Сейчас Я Так Запущу Стандартные Мелодии Какие-нибудь Минуточку Профиль Звука И вот Слушаем Вот И вся Громкость Очень Громкий Динамик Не дребезжит Очень Сочный В общем Со звуком В общем Со звуком У него Все в порядке Так Экран Очень Яркий Цветопередача Отличная Сейчас Откроем Картинки Я сюда Залил Очень Яркие Сочные Цвета Цвета В общем Экран Отличный Дальше Программ Я сюда Не устанавливал На 422 Были Установлены Все программы Здесь же Я Еще не Устанавливал В связи Систем Систем Были Плюсы Этого Телефона Сейчас Расскажу Но Минусы Это будут Не Самого Аппарата А Минусы Прошивки Использовал Вернее Испробовал Я все Прошивки Которые Есть В интернете На этот Телефон Штук 8 Я сюда Заливал И Остался Вот На последней 4.4.2 Проблема В чем Вот видите Камера Она работает Но Нету Переключателя На заднюю Камеру То есть Задняя Камера Получается Не работает На этой Прошивке На любых Других На заводской Который Пришел Телефон Была Кнопка Переключателя На заднюю Камеру И была Вспышка Кнопка Для вспышки Выключить Включить Автоматически Сейчас же Работает Только Передняя Камера И все Нигде Нет Настроек Переключателя То есть Также Программа Установки Извне Другую Фотокамеру Она также Не определяет Заднюю Камеру Вот это Единственный Минус Самой Прошивочки Надеюсь Что Прошивка Не то Что обновится А ее Доделают И этот Баг Исчезнет Wi-Fi Не отваливается Уже Данные Прошивки Вот я Нажимал Ярлычок Она искала Искала И выключалась Стоило только Включить Выключить Телефон Вернее Перезагрузить Телефон И В связь Включалась Поэтому я Решил Также Блютуз Значок И передача Данных Не включалась Поэтому я Решил Перепрошить Телефон Сейчас все Отлично Работает Но Задняя Камера Не определяется Симки Работают Ничего Не отваливается Плэш-карта Определяется К интернету Подключается Все Отлично В общем Телефон Мне очень Понравился Работает Единственная Прошивочка Телефон Будет Отличный Корпус Собран Плотненько Ничего Не скрипит Не люфтит Никаких Зазоров Ничего Нету Достаточно Большой Для просмотра Видео Для серфинга В интернете Отличный Аппарат Все Всем спасибо За внимание